У нас появилась такая замечательная абсолютно мера социальной поддержки, как материнский капитал. Сегодня уже внесены поправки нашим комитетом в этот закон. И сегодня точно так же папа может направить средства, часть, скажем, материнского семейного капитала на накопительную часть своей пенсии. Несмотря на все меры поддержки, проблема демографии – это одна из главных проблем современной России. Для того, чтобы поправить ситуацию, у нас в каждой семье должно рождаться не двое детей, а даже трое детей. Большой резонанс вызвало заявление сенатора от Челябинской области Маргариты Павловой, которая заявила, что нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Вот знаете, у нас заявлений и от депутатов, и от сенаторов бывает очень много. О запрете аборта. Еще одна болезненная тема, которую сейчас обсуждают практически тоже везде. Я не считаю, что запретительные меры, в том числе по абортам, это та мера, которая наведет здесь порядок. На ваш взгляд, что необходимо сделать для того, чтобы как можно больше жителей нашей страны хотели стать родителями? Прежде чем разбежаться, скажем, прежде чем как-то забыть о своих отцовских или материнских обязанностях, нужно подумать, сегодня я забуду, завтра точно так же забудет мой сын или моя дочь, и что из этого выйдет. Надо же думать о том, чтобы наши дети были счастливые. Татьяна Петровна, здравствуйте. Добрый день. Ну и позвольте вас, конечно же, поздравить с замечательным праздником Днем Матери. Спасибо и всех мам наших с праздником, и, конечно, маминых радостей, как можно больше, каждый из нас. Татьяна Петровна, давайте сразу от материнства перейдем к отцовству. Ваш комитет по вопросам семьи, женщин и детей переименовали в комитет по защите семьи вопросом отцовства, материнства и детства. Наконец-то случилось. Отцов приравняли как к полноценным членам семьи. Это просто смена названия или поменяется и суть вашей работы? Ну, во-первых, давайте начнем с того названия, которое было, да, вопросы семьи. Семья – это все-таки мама, папа и дети. Во всяком случае, очень хотелось бы, чтобы в каждой семье папа был рядом с детьми. Ну теперь четко затрепили отца в этой семье. Да, конечно. Но, тем не менее, вопросы отцовства, они всегда были в центре внимания нашего комитета. Да, безусловно, сейчас закреплено. И посмотрите, мы достаточно долго обсуждали наше новое название. Мы, например, говорили о том, что наш комитет может быть назван комитетом по защите семьи отцовства, материнства и детства. Сами папы, а у нас советы отцов сегодня работают очень основательно и хорошо. Они действительно заявили о себе и в нашей республике, и в регионах России, в целом в России. Советуюсь с отцами, мы вообще услышали такой абсолютно, наверное, правильный аргумент. Нас защищать не надо отцов. Мы сами должны быть защитниками. И поэтому, видите, как по защите семьи вопросом отцовства, материнства и детства. Причем, когда мы ранжировали на какое место, что поставить, кого поставить, опять-таки мы посчитали, что отцы должны быть прежде всего. Нести ответственность за семью, за родину, за страну, все-таки всегда было испокон веков. Это мужским делом, мужским началом. Поэтому вопросы, спектр вопросов, наверное, у нас не меняется. Другое дело, что сегодня и отцы чувствуют больше свою ответственность и сопричастность к вопросам семьи. Татьяна Ларионова родилась в Казани, окончила Казанский государственный университет и Казанский государственный медицинский институт по специальности филолог и социальный работник. Трудовую деятельность начала в школе, позже перешла на партийную работу, занимала должность второго секретаря Приволжского райкома партии города Казани. Работала в госорганах республики Татарстан в 2014 году, избрана депутатом госсовета. С ноября 2014 заместитель председателя госсовета республики Татарстан. В 2021 году избрана депутатом Государственной думы Российской Федерации, член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, кандидат в социологических наук. Татьяна Петровна, в начале 2000-х у нас появилась такая замечательная, абсолютно мера социальной поддержки, как материнский капитал. Как вы считаете, а сейчас, кстати, и звучат такие предположения от ваших коллег, что необходимо ввести и отцовский капитал? Нужна ли такая мера? Вот опять-таки, вот знаете, я не очень люблю такие популистские заявления. Что такое материнский и отцовский капитал? Давайте посмотрим закон. У нас не материнский, а материнский в скобках семейный капитал. То есть уже папа был так или иначе в центре этого вопроса тоже. Дальше. Давайте посмотрим глубже. Ведь материнский капитал – это прежде всего поддержка детей в семье. Не случайно семейный капитал. На что у нас сегодня направляется средство? На жилье. И жилье прежде всего доля ребенка выделяется однозначно. И если вдруг квартира, которая приобретена с участием средств материнского капитала у семьи, вынуждена семья ее по каким-то причинам продать или обменять, то очень сложно это сделать, потому что доля ребенка здесь есть. И учет интересов ребенка в этом отношении самый главный, самый приоритетный. Далее. Образование детей – это вторая позиция, причем по значимости и востребованности. Материнский капитал сегодня можно употребить и использовать именно на образование детей. В этом отношении у нас, скажем, в частных дошкольных учреждениях очень много тех детей, на которых, на пребывание этих детей направлен именно материнский капитал. Далее. Накопительная часть пенсии мамы. Да, раньше было мамы. Сегодня уже внесены поправки нашим комитетом в этот закон. И сегодня точно так же папа может направить средства, часть, скажем, материнского семейного капитала на накопительную часть своей пенсии. И, конечно, это вопросы поддержки детей с инвалидностью. Детей с инвалидностью. Они мамы и папы. Маме и папе легче, если на ребенка инвалид, он получает из семейного материнского капитала какую-то сумму и направляет на лечение, на реабилитацию. Но на лечение и реабилитацию ребенка. Поэтому материнский и семейный капитал нельзя рассматривать как капитал для мамы, капитал для папы. Это точно. Вот совершенно хорошая и замечательная новость пришла на этой неделе. Президент России объявил следующий год годом семьи. Но это форма. А есть ли уже содержание под это решение? Ну, во-первых, мы шли к этому, действительно. Потому что последние годы мы с вами же очень хорошо ощущаем. Если год имеет какую-то целевую направленность, то в этом направлении достаточно многое делается. Вот этот год – год педагога и наставника. Посмотрите, сколько сделано для школ. Только в нашей республике построено 11 новых школ. Больших школ до полутора тысяч мест. То есть 66 школ и образовательных учреждений капитально отремонтированы. Мы с вами можем, наверное, только позавидовать. Потому что в нашем детстве таких школ не было. Безусловно. То есть это не просто слова. Сколько сделано для учителя. Поэтому вот то, что нужен давно был назревший вопрос, что нужно объявить год семьи, это обсуждалось, по-моему, во всех кабинетах, на всех встречах. И особенно на встречах, где собирались сами вообще мамы, папы. И особенно, я бы сказала, многодетные. Потому что назрели вопросы, связанные и с падением рождаемости, и с количеством разводов, и с уменьшением регистрированных браков. И поэтому вот то, что год семьи объявлен, это, конечно, долгожданное событие. Но давайте вспомним с вами. А знаете, 2008 год в России тоже был годом семьи. И у нас в республике Татарстан он тоже был годом семьи. Так вот, 2008 год, он очень серьезный. В 2007 накануне как раз был принят закон о материнском семейном капитале. 2008 год стал первым годом, когда детей наконец-то родилось больше, чем в предыдущие годы. И этого не происходило с 1991 года. То есть вы считаете, что в следующем году нам удастся как раз решить в том числе и ту проблему, которую сейчас обсуждают просто во всех кабинетах и во всех публичных местах. Это проблема демографии. Решить, наверное, за год не удастся. Но найти подходы, какие-то новые принципиальные, серьезные, перспективные проекты, программы выстроить, это, конечно, задача года семьи, который нам предстоит. И я думаю, что в этом направлении пока еще, я вам скажу сразу, планов, безусловно, нет. Пока программа не составлена, пока к этому сегодня формируется рабочая группа, во всяком случае на федеральном уровне. Сегодня обозначено, что оргкомитет будет возглавлять Голикова Татьяна Алексеевна. Она очень сильный и финансист, и человек, который Министерство здравоохранения возглавлял. Сейчас она вице-премьер Российской Федерации. Спектр ее забот, задач, вопросов такой обильной, обширной, что я думаю, что вот сейчас как раз начнется и подготовка ко всем этим мероприятиям. Мы имеем целый год, когда не просто будем ждать и добиваться каких-то результатов, но еще и будем выстраивать перспективные какие-то для себя направления, перспективные принимать решения и законы. Татьяна Петровна, но несмотря на все меры поддержки, проблема демографии – это одна из главных проблем современной России. Вот я просто взял данные, оказывается, с прошлого года, тогда полтора ребенка приходилось на одну женщину, это был коэффициент рождаемости. А оказывается, за тот год, что прошел с 2022, а уже коэффициент 1,4, я сегодня выяснил у социологов. Так вот здесь просто впору процитировать Чернышевского. А что делать? Ну, действительно, у нас динамика, связанная с демографией, она пока негативная, она не может никого успокоить абсолютно. Но при этом мы понимаем, что вот материнский капитал, я специально взяла цифры с собой, да, по 1 октября 2023 года выдано было 13,5 миллионов сертификатов. 13,5 миллионов сертификатов. И сам материнский капитал стал значительно больше. Да. Если изначально он был 200, по-моему, с небольшим, тысяча рублей, то сейчас... 238, вы правы. То сейчас в совокупности можно получить более миллиона. Причем, если раньше он выдавался вначале на второго, на третьего ребенка, теперь уже и на первого ребенка. То есть вот те меры, которые принимались, они все равно какую-то динамику положительную имеют. Сегодня большое значение имеет материальная поддержка семей. Скажем, единое пособие, которое сегодня получают очень многие семьи. Сегодня это пособие получает более 10 миллионов детей. Вот все эти меры, они сегодня все равно уже приняты, в том числе последние годы, да, вот последний год даже, они сегодня направлены на то, чтобы все-таки динамика несколько улучшалась. Мы очень ждем, мы понимаем, вы правильно провели цифры в отношении коэффициента рождаемости. Мы понимаем, что для того, чтобы поправить ситуацию, у нас в каждой семье должно рождаться не двое детей, а даже трое детей. Это сразу не получится. Но мы очень ждем и надеемся, что в год семьи как раз будет принят необходимый документ о многодетной семье. Потому что... Доктор Петровна, я вот перебью вас. Вот вы абсолютно верно сказали. Да, когда ввели материнский капитал, когда вот обратились к проблемам семьи, рождаемость резко пошла ввысь. Но сейчас, несмотря на то, что эти пособия растут, субвенции, различная поддержка страны государства, многодетных в том числе семей растет, а коэффициент рождаемости снижается. А не кажется ли вам, что уже вот меры материального характера сейчас не могут повлиять на вот демографическую ситуацию и нужны какие-то иные способы для того, чтобы добиться улучшения демографии? Ну, во-первых, они все-таки необходимы. Это точно. И многие семьи надеются на эту поддержку государства. Это однозначно. Поэтому без них мы с вами не обойдемся, как бы мы, может быть, не хотели. Но, а во-вторых, вы правы, сегодня нужно находить и другие формы. Во всяком случае, укрепление семьи, формирование тех традиционных семейных ценностей, которые, в общем-то, где-то утрачены последние годы. Это тоже задача, которую нужно решать. И я думаю, что в рамках года семьи эти вопросы тоже будут поставлены принципиально, по-новому. Что семья – это необходимо. Что брак – это тоже необходимо. Что пробные браки – это не про нас. Что очень раннее рождение детей у несовершеннолетних девочек – это тоже не про нашу страну. Кстати, большой резонанс вызвало заявление сенатора от Челябинской области Маргариты Павловой, которая заявила, что нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Ну и это, по ее мнению, видимо, должно привести к тому, что будет больше тех, кто задумывается о материнстве в более раннем возрасте. Мне кажется, такое ощущение, что сейчас очень у меня многие публичные личности делают высказывания, ну, как вот принято сейчас говорить, ради хайпа. Вот такие заявления не могут иметь под собой какое-то основание, в том числе и законодательное, поскольку от сенатора оно прозвучало. Хороший вопрос. Вот, знаете, у нас заявлений и от депутатов, и от сенаторов бывает очень много. Но от заявления до закона дорога очень длинная. И далеко не каждый эту дорогу может пройти. В силу своего, может быть, необоснованного заявления, как в данной ситуации, я считаю, что это необоснованное заявление, либо в силу отсутствия финансовых ресурсов у государства для решения того или иного вопроса. Я вообще просто могу привести пример. Буквально совсем недавно у нас в Государственной Думе прошли парламентские слушания как раз по вопросам дипографии. И мне, например, было очень неудобно за своих коллег, потому что практически каждый выступающий депутат говорил об абортах, о запрете абортов. Еще одна болезненная тема, которую сейчас обсуждают практически тоже везде, в том числе и в Госдуме. Совершенно верно. И от ваших коллег звучит очень много заявлений как раз и о запрете. Естественно, все жители страны сейчас внимательно следят, и что там будет. Я не считаю, что запретительные меры, в том числе по абортам, это та мера, которая наведет здесь порядок и приведет к всплеску рождаемости. Во всяком случае, это моя точка зрения. Посмотрите, если женщине 49 лет, так получилось, что женщина забеременела. Ну почему? Ну пропустила срок необходимый. Ну неужели она должна доказывать, что этот аборт нужно сделать в силу ее возраста? Тут столько всевозможных вообще нюансов, в которых только специалисты могут разбираться. А вот такими заявлениями, которые порой звучат где-то, может быть, из хороших и добрых побуждений, и, может быть, действительно могло бы повлиять положительно на общие какие-то результаты, я не думаю, что нужно делать выводы и верить, что все это придет в нашу жизнь и станет для нас нормой. То есть, Татьяна Петровна, я вашу точку зрения понял, а есть ли какой-то консенсус у депутатов по этой проблеме? То есть какая-то общая позиция, которая бы поддерживала наибольшее число народных избранников? Сегодня уже все-таки вот такой категоричности, как была на первых порах, когда прозвучали несколько таких заявлений, однозначно нет. И у нас вообще в Государственной Думе есть очень хорошее правило. Есть специалисты, есть комитет, который занимается этим вопросом профессионально. У нас в Комитет по здравоохранению столько профессиональных, ярких вообще врачей входит в состав этого комитета. То есть это люди практики, люди, которые все это знают не по наслышке, не по заявлениям каким-то. Я думаю, что решение будет абсолютно правильным и аргументированным. Татьяна Петровна, вы человек с большим опытом, жизненным опытом, опытом управления. Вот скажите, пожалуйста, а на ваш взгляд, что необходимо сделать для того, чтобы как можно больше жителей нашей страны хотели стать родителями? Вы знаете, я вот когда вы сказали о жизненном опыте, все-таки хотела бы действительно вернуться к первым годам своей трудовой деятельности. Я начинала работать, и 11 лет моей счастливой жизни прошли в школе номер 82 города Казани. Я считаю, что все начинается с детства. И уже в школе сегодня обязательно должны появиться уроки семьеведения, где ненавязчиво, очень правильно педагоги должны учить наших детей к тому, что они должны научиться быть в будущем мамами и папами, мужем и женой. Что это вообще часть жизни очень вообще счастливая, если к ней подходить осознанно, если к ней подходить ответственно. Я сама была счастливой женой, я счастливая мама, я счастливая бабушка. Я считаю, что очень многое пришло с воспитанием, очень многое пришло через семью, через школу, через понимание. Время таких уроков пришло. И у нас в Казани, в республике несколько школ, не несколько, а достаточно большое количество школ уроки семьеведения проводят. Причем 36 регионов России проводят. Иногда по-другому называются, но уроки семьеведения ведут. То есть, получается, это пока факультативные занятия? Пока факультативные. Они и должны быть факультативные. За то, что ребенок ответит, нужна семья или нет, нужен брак или нет, может он вообще допустить для себя зажительство или нет, он не должен получать оценку, он должен рассуждать, он должен доказывать, он должен слышать объяснения, он должен слышать какие-то аргументы за или против своих каких-то мыслей, но не получать оценку. Поэтому эти уроки должны быть занятия, даже не столько уроки, сколько занятия. Они должны быть факультативные, но они должны быть неформальные, они должны быть интересные. И вот там, где проходят эти занятия, мы проводили исследования, я должна сказать, в начале учебного года и в конце учебного года задавали один и тот же вопрос. Например, как ты относишься к пробному браку? И если в начале учебного года чуть ли не 80% отвечали положительно, то в этом же классе в конце учебного года на этот же вопрос положительно уже отвечали менее 40%. И очень много, вот в Самаре мне очень понравилось вообще, как относятся к этим урокам и как их вообще преподают, и результаты проведения этих уроков. В Самаре, например, очень многие ребята, отвечая на вопрос, готов ли ты к тому, чтобы создать семью один раз и на всю оставшуюся жизнь, вот по прошлому учебному году, в начале учебного года, слово «нет» было опять-таки под 90%, и слово «да» появилось к концу учебного года более чем у половины отвечающих. То есть все накладывается с детства? С детства. Я считаю, что все-таки. Но с детства не только в школе, вы правы, и обязательно в семье, потому что образец своих собственных родителей, отношения в собственной семье, это тоже очень важно. Поэтому взрослым людям, прежде чем разбежаться, скажем, прежде чем как-то забыть о своих отцовских или материнских обязанностях, нужно подумать, сегодня я забуду, завтра точно так же забудет мой сын или моя дочь, и что из этого выйдет. Надо же думать о том, чтобы наши дети были счастливые, чтобы семьи были счастливые. А счастье оно в наших руках. Говорят, человек – кузнец своего счастья. Так оно и есть. Давайте будем хорошими кузнецами. Татьяна Петровна, спасибо большое. Но я думаю, что нам остается только пожелать как можно большему числу граждан России испытать чувство родительской любви, и чтобы в День матери услышать самые добрые, самые теплые слова от тех людей, ну, важнее которых в жизни любого человека просто нет. Это точно. Я вообще хочу всем мамам пожелать здоровья. Здоровья, потому что это очень важно. Всем мамам детей и материнской любви на самое большое количество детей, которых мама может себе, эта мама, эта семья может себе позволить. Обязательно, чтобы было рядом надежное мужское плечо, потому что это так важно, чтобы глаза у каждой мамы светились радостью, счастьем. Вообще семейное благополучие и счастье – это так важно, это так нужно, это так необходимо. И пусть оно у каждого будет. Спасибо большое. Еще раз с праздником. Спасибо. 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 Спасибо.